Накануне временно исполняющие обязанности губернаторов Ненецкого округа и Архангельской области подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе России нового субъекта в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Процесс образования нового субъекта длительный. Он занимает не один год и регулируется соответствующим федеральным конституционным законом. Далее подробности. В частности, в законе говорится, инициатива образования в составе Российской Федерации нового субъекта принадлежит субъектам Российской Федерации, на территориях которых образуется новый субъект. Совместное предложение законодательных органов государственной власти и высших должностных лиц исполнительных органов государственной власти направляется президенту Российской Федерации. Указанное предложение должно быть обосновано и содержать предполагаемые наименования, статус и границы нового субъекта, а также прогноз социально-экономических и иных последствий, связанных с образованием в составе Российской Федерации нового субъекта. Главам регионов принадлежит право и инициативы выхода с таким вопросом о создании на территории Российской Федерации нового субъекта России. Далее, процедура предусмотрена предусмотрена обращение в адрес президента Российской Федерации, что есть такое намерение об образовании нового субъекта. Затем, законодательные собрания регионов должны будут принять, точнее, рассмотреть и принять, назначить дату голосования по вопросу, выносимому на референдум об образовании нового субъекта. На территории России определяется дата. Это должно быть в воскресенье, не рабочий день обязательно. Решение принимается не позднее, чем за 60 дней. Должно быть принято за 60 дней до предполагаемой даты референдума. Проведение референдума – это лишь одна из ступеней процесса, в ходе которого жители обоих регионов высказывают своё мнение по предложенному вопросу. Референдумы должны пройти одновременно на территории двух субъектов – Нейнского округа и Архангельской области. Процедура всем знакома. Это обычные выборы. Там участвуют участковые комиссии, территориальные работают, субъектовые комиссии, как на территории округа, так и в области. Ну и самое главное, то что после проведения референдума, понятно, что подводятся итоги, на каждой территории, в каждом субъекте подводятся итоги, комиссия определяет, либо референдум состоялся, либо референдум не состоялся. И, соответственно, его итоги подлежат официальному опубликованию. Для референдума необходимо не менее 50% явки избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. У нас на 1 января в регистре в окружном 33 952 избиратели, то есть не менее половины избирателей должно у нас прийти на избирательном участке. Чтобы новый субъект получил право на существование, жители обоих регионов должны высказать положительное решение. Если в двух субъектах голосуют по-разному, то новый субъект не создаётся. У них будет свой протокол и своё решение. У нас будет свой протокол и своё решение. Но однозначно в законе прописано, что, во-первых, должна быть явка не менее 50%, и от этих 50% должны всё-таки люди высказаться за больше, чем нет. Если будет нет, соответственно, вопрос будет не принят. Здесь не считаются все голоса отдельно, а считаются именно… Точнее, не считаются все голоса в общей массе, а считаются голоса отдельно по каждому субъекту. Область будет считать своё, а мы будем считать свою весть. Если всё же жителями будет принято положительное решение, то есть об объединении двух субъектов, то это не значит, что уже на следующий день грядут глобальные изменения. Опираясь на практику других регионов, можно сделать вывод, что процесс слияния растягивается до полутора лет. От внесения изменений в Конституционный закон России, которыми определяется название нового субъекта, до решения имущественных вопросов. В федеральном конституционном законе должно быть оговорено, что это за будет субъект, органы власти, какие они будут, как будут формироваться. Потому что однозначно, если это новый субъект, значит, возникает вопрос проведения новых выборов. В новые органы власти. То есть, это однозначно законодательное собрание, это однозначно будет губернатор какого-то нового субъекта, края, предположим. Это однозначно влечёт за собой проведение этих выборов. Переходный период жизни ничем не отличается от обычной. Органы власти работают, как и прежде, каждый со своим бюджетом. Но одновременно с этим ведётся большая и длительная работа по объединению. Примеров проведения референдумов в истории современной России много.